День Героев Отечества В Малоярославецком сквере имени Василия Петрова Состоялся митинг, приуроченный к этой дате За безопасность движения Обнинские сотрудники госавтоинспекции Провели оперативно-профилактическое мероприятие Автобус и такси Осторожно, СНЮС Новое опасное увлечение школьников Проверка знаний В пятницу 13 декабря В Наукограде пройдет акция Тест по истории Отечества 9 декабря ежегодно в России Отмечается памятная дата День Героев Отечества Свою историю данный праздник ведет еще с 18 века Это декабрьская дата Приурочена к выдающемуся событию Эпохи правления императрицы Екатерины II В 1769 году она учредила Орден Святого Георгия Победоносца В те годы им награждались воины И проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость В минувший понедельник В Малоярославецком сквере имени Василия Петрова состоялся митинг Приуроченный к этой дате В День Героев Отечества 9 декабря в России Чествуют Героев Советского Союза Героев Российской Федерации Кавалеров Ордена Святого Георгия И Ордена Славы А в Малоярославце вспомнили о своем земляке Пограничнике Василия и Петрове За моей спиной стоит памятник Человеку, уроженцу нашего города Который ценой своей жизни Принял бой И не уступил ни пяти земли Погиб Вот молодежь Когда вы здесь бываете в этом сквере Сматриваетесь в глаза Что они говорят нам Они говорят, я отдал жизнь Ради того, чтобы вы жили Чтобы вы радовались На Малоярославецком митинге Присутствовали представители Старшего поколения И школьники Которым рассказали О героях их малой родины Совершивших подвиг В военное время Очень приятно Что сегодня собралась Именно молодежь Которой мы по праву Будем передавать Все то, что наработано нами Все хорошее Что наша родина Забоевала Своим героическим трудом За всю историю Если брать историю Руси То можно начинать С наших трех богатырей В заключительной части митинга Воспитанники младших классов Зачитали стихотворение Высока Высока над землей синева Это мирное небо над родиной Малые рословчане Почтили минуты молчания Память тех Кому пришлось пожертвовать Жизнью Ради мирного неба над головой Кристина Забожка Максим Сечко Обнинск ТВ Малый Рославец В последние годы Для безопасности На дорогах Наукограда Сделано было много Сюда входит установка светофоров И дополнительного освещения На пешеходных переходах Создание приподнятых Трапециевидных Пешеходных переходов Установка заборов Вдоль проезжей части Проводились и профилактические Мероприятия Направленные на усиление Безопасности Транспортных артерий города Сотрудниками наружной инспекции Об этом говорили в понедельник На планерке главы администрации Обнинска О заборах и лежачих полицейских Часть жителей города Отзывается без особого энтузиазма Ограждения не любят И пешеходы, и водители К лежакам неприязнь В основном у тех, кто за рулем Зато дополнительные фонари И приподнятые переходы Тепло приняли почти все Новые пешеходники Хорошо себя показали В Обнинске там пока не сбили Ни одного человека В 2020-м работа По улучшению ситуации С безопасностью на дорогах Будет продолжена Например, за средства Городской казны Запланирована установка Дополнительных светофоров Типа Т-7 На нерегулируемых Пешеходных переходах На некоторых улицах Светофоры оснастят Звуковыми сигналами Много внимания Будет уделено улице Борисоглебской Есть предварительные договоренности С Министерством дорожного хозяйства Калужской области Что за счет средств Областного бюджета У нас будет установлено Два светофорных объекта На улице Борисоглебская Это один в районе Улицы Славская Улица Иборовская И второй перекресток Улицы Борисоглебская Улицы Икодолия Помимо этого В городе планируют Разместить умный светофор На пересечении Улиц Королева и Лишенко Если этот объект Регулировки движения Себя хорошо зарекомендует Такой же появится И на пересечении Улицы Цветкова С проспектом Ленина До конца года Должно быть установлено За счет средств Областного бюджета И они будут Ими же эксплуатироваться Две камеры Видеонаблюдения Которые контролируют И скоростные И другие нарушения На данных участках Это в районе Того же самого На улице Борисоглебской До конца года Должен стоять такой объект И один объект На улице Энгельса Аксенова На 2020 год Запланирована установка Еще трех таких комплексов В местах Где ТТП происходит Больше всего Владислав Шапша Поручил дополнительно Рассмотреть возможность Организации Еще одного пешеходного Перехода На улице Комарова Около 11 школы Некоторое время назад Этот вопрос обсуждался В социальных сетях Надо рассмотреть Вместе с ГИБДД На комиссии Еще раз И сделать там Наконец Организованный Пешеходный переход Если нужно его Сделать приподнятым Давайте сделаем приподнятым Если нужно поставить Ограждение вокруг Чтобы люди Мимо него не ходили уже Тоже это нужно сделать За последние пять лет Травматизм на дорогах Наукограда Заметно снизился Утверждает сотрудник ГИБДД Алексей Суганяев По словам Владислава Шапши В городе многое делается Для того Чтобы дороги Стали безопасными И работу в этом направлении Обязательно продолжат В том числе На вновь присоединенных К обнинску территориях В первую очередь Это касается Улицы Борисоглебской С одной стороны Прекрасная Дорога Магистральная Для города Для новых территорий Которые у нас застраиваются С другой стороны Несоблюдение Скоростного режима Создает Серьезную угрозу И для пешеходов И для тех Кто там на остановках стоит И даже дальше Машины у нас улетали Поэтому И приподнятые Пешеходные переходы И светофоры Все это должно Вместе Сыграть Существенную роль Для улучшения ситуации На этом Отрезке дороги На территории Бывшей деревни Белкино Также необходимо Сделать места перехода Через автомагистраль Безопасными Отметил городоначальник Было поручено Начинать проектирование Тротуаров Там все сильно изменилось За время хождения В Борусском районе Надо все это Привести в порядок Давайте поставим Себе задачу В этом году Запроектировать Работу Чтобы в следующем году Мы могли по программе Или региональный Или средств местного бюджета Или федеральные средства Привлечь Но сделать уже И нормальные пешеходные связи Нормальное освещение И нормальную безопасную Дорогу Тем не менее Ответственность за свою жизнь Несет и каждый участник Дорожного движения Будь то пешеход Или водитель И здесь уже Никакие меры безопасности В виде заборов Лежачих полицейских И светофоров Не помогут Если человек ведет себя Безрассудно Дмитрий Глухов Сергей Мокрецов Обнинск ТВ С 9 декабря В Наукограде Сотрудники госавтоинспекции Проводят оперативно-профилактические мероприятия Автобус и такси Они направлены на снижение аварийности На территории Обнинска Участие в проверочных мероприятиях Приняли представители Общественного совета города В рамках данного мероприятия Мы осуществляем контроль За техническим состоянием Транспортных средств Которые осуществляют Перевозку Пассажиров и багажа Легкоиного такси Также в рамках данного мероприятия Проверяется путевая документация Наличие Отметки о прохождении Предрейсово-медицинского осмотра Путевой документации И отметки о прохождении Предрейсово-контроля Технического состояния Помимо этого Сотрудники госавтоинспекции Осуществляют контроль За режимом труда и отдыха Водителей общественных транспортных средств С автовладельцами Проводятся профилактические беседы Особое внимание Уделяется тому Как происходит перевозка детей В салоне автомобиля такси Обязательно должны быть Детские удерживающие устройства И детское кресло На данный момент проверено 20 единиц транспорта Выявлено одно нарушение Это отсутствие огнетушителя Чаще всего Выявляются нарушения Это техническое состояние Транспортного средства Отсутствие путевой документации Ну я имею ввиду Отсутствие при себе Страхового полюса Ну и в принципе Это вот Самые выявляемые Административные правонарушения Осмотрели в этот день Блюсти теледорожного правопорядка И общественные И транспортные средства Маршрутные такси И автобусы С целью устранения Причины и условий Способствующих Совершению дорожно-транспортных происшествий С участием пассажирского транспорта А также выявление И пресечение фактов Нарушения правил дорожного движения Также мы осуществляем контроль На конечных Остановках на автостанциях За техническим состоянием Чтобы не задерживать На большое количество Времени данные Транспортные средства Сегодня задействованы Два сотрудника Отделения Дорожной инспекции Технического надзора А также еще Три наряда Сотрудников ДПС Это шесть сотрудников ДПС За первые дни Проведения мероприятия Проверено 139 транспортных средств Составлено 19 административных материалов Пять из них В отношении Должностных лиц За неиспользование Тахографов И эксплуатацию транспорта С техническими Неисправностями Кристина Забожка Сергей Мокрецов Обнинск ТВ В социальных сетях И средствах Массовой информации Активно обсуждается Очередное Губительное Увлечение Среди подростков Употребление Жевательного табака В народе Его прозвали СНЮС Но так ли это Выясняли Корреспонденты Телекомпании Что же такое СНЮС Это вид Табачного изделия Который представляет С собой Измельченный Увлажненный Табак Своего рода Заменитель сигарет Имеющий более Агрессивное воздействие На организм А действительно ли Что вещество Которое употребляют Подростки На сегодняшний день Это тот самый СНЮС Как оказалось Нет Но это не отменяет Того факта Что для растущего Организма Такой травяной букет Крайне опасен В настоящее время Большое внимание Со стороны Сотрудников Отделения По делам Несовершеннолетних Уделяется Работе По профилактике Употребления Так называемых В народе Средств Под названием СНЮС С нашей стороны В общеобразовательных Учреждениях Проводится работа Разъясняются Последствия Относится Вещество К бездымному табаку Характеризуется Как разновидность Влажного снафа С высоким Содержанием негатина И низким Содержанием Канцерогенов Также Продают Отраву И под видом Конфет Отметим Что с 2015 Года СНЮС Окончательно Запретили В России Поправками К закону Об охране Здоровья Граждан От воздействия Окружающего Табачного Дыма И последствий Потребления Табака И к кодексу Об административных Правонарушениях Предусматривающими Штрафы За его продажу Однако В феврале 2016 Его сумели Обойти Смесь Возят Под видом Жевательного Табака А запрет На его продажу Не распространяется При беседах Сейчас особое Внимание Уделяем Таким Средствам Как Жевательная Смесь В состав Который Есть Несколько Видов Жевательной Смеси В состав Который Может Входить Табак Либо Никотин На что Мы обращаем Особое Внимание На данных Упаковках Указано Что не рекомендовано Употребление Несовершеннолетними Кормящим Матерям Поэтому Все это Разъясняется С приведением Примеров Употребление Снюса Приводит К деградации Изменению Личности Проблемам С памятью И нарушению Психики Употребление Этих Веществ У подростков И молодежи Быстро Переходит В привычку А также Впоследствии Влечет за собой Употребление Табака На постоянной Основе В данной работе Мы Призываем Представителей Общеобразовательных Учреждений Привлекать Представителей Наркологической Службы В Калужском регионе Законопроект О запрете На продажу Жевательных смесей И нюхательного табака Содержащих никотин Был инициирован Молодежным парламентом Запрет Предусматривает Следующие штрафы Для граждан 5 тысяч рублей Для должностных Лиц 50 тысяч А для юридических 1 миллион рублей Документ Планируют Проработать И рассмотреть До конца 2019 года На уровне Законодательного Собрания Калужской области Кристина Забожко Сергей Мокрецов Обнинск ТВ Тринадцатого декабря Тринадцатого декабря В России и других странах В рамках проекта Большая история Пройдет акция Тест по истории Отечества Ожидается, что Работу напишут Около 700 тысяч Участников На 9 тысячах Площадок В Наукограде Организовано 10 площадок Где любой Желающий Сможет проверить Свои знания В области истории В 11 часов Состоится Международная акция Тест по истории Отечества Любой житель Нашего города Может прийти И проверить Свои знания Относительно того Насколько он Хорошо знает Историю Своей родной страны Значит эта акция Проводится Уже не первый раз В нашем городе В прошлом году У нас была одна точка В этом году Мы развернули 10 точек Данная акция Проводится для оценки Уровня исторической Грамотности И привлечения Внимания К получению знаний Об отечественной истории В Обнинске Принять участие В написании теста Можно будет На общей городской площадке В библиотеке Номер 1 Также решили В этом году Привлечь к участию В мероприятии Школьников и студентов Поэтому площадками Для написания теста В городе Станут еще и школы Номер 6 11 12 13 17 Лицей державы Гимназия И Институт Атомной энергетики Любой желающий Любой житель города Может прийти За 40 минут Ответить на 40 вопросов И после этого Узнать Собственно Насколько хорошо Он знает историю Своей страны А результаты будут Соответственно Уже после выходных Мы вывешиваем их у себя На страничке ВКонтакте Звоним победителям Поздравляем их Вручаем дипломы Вот за Соответственно Занятие места В школах Будут проводить Свои площадки Туда школьники Будут приходить Соответственно Это все будет организовано Уже самими школами В прошлом году Тест на знания Истории Отечества Прошли более 40 обнинцев Кристина Забожко Евгений Соколов Обнинск ТВ И это все О чем мы И наши коллеги Хотели вам рассказать Напоминаем Программа новостей Выходит на телеканале Обнинск ТВ Пять раз в неделю По будням В 19.00 А мы прощаемся С вами До завтра Вы также можете Посмотреть выпуск новостей На наших страницах Сети интернет Всего доброго И до встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова